Салам Астар Макрумета от Андастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хотел бы озвучить ряд инициатив правительства, которые направлены на поддержку бизнеса в условиях чрезвычайной ситуации. Обратите внимание, мы уже несколько дней подряд, как минимум, озвучиваем инициативы, которые необходимо срочно предпримить для поддержки наших граждан, физических лиц, по сути дела, всех, включая младенцев. И эти меры я озвучивал несколько раз, сегодня я снова повторю, но хотел бы обратить ваше внимание, что правительство разродилось какими-то инициативами, при этом эти инициативы направлены только на поддержку бизнеса. Я бы даже так сказал, их бизнеса. История различных девальваций показывает, что обычно на девальвации наживается именно Назарбаев и его ближайшее окружение. Механизмов, как наживаться, много. В первую очередь, они всегда берут из бюджета или из национального фонда гигантские средства и вталкивают эти деньги в свои банки, и там эти деньги бесследно пропадают. Я бы хотел вам напомнить, ну хотя бы пару историй. В свое время, в 2017 году, из бюджета страны, из национального фонда, на поддержку Коскома было инвестировано несколько триллионов тенге, если или перевести их в доллары, минимум 8 миллиардов долларов США. И затем этот Коском за 2 тенге перешел в собственность Тимура Кулебаева. И сейчас фактически Коском поглощен Халыкбанком Тимуром Кулебаевым за 2 тенге. Можете себе представить? То есть, правительство вливает туда 8 миллиардов, потом такой фокус, и за 2 тенге эта собственность попадает к Тимуру Кулебаеву. При этом она напичкана деньгами, зданиями, инфраструктурой, клиентами и все прочее. И все это попадает в собственность Тимура Кулебаева. И затем он появляется в международных журналах, как самый богатый человек страны и все прочее. То есть, схема очень такая простая, примитивная и нехитрая. Нехитрая почему? Потому что народ молчит. Зачем изощряться, придумывать какие-то коварные схемы, когда тупо взяли 8 миллиардов, тупо влили его в Коском и тупо продали его за 2 тенге Тимура Кулебаева. Что-то я не слышал, чтобы наш народ по этому поводу сказал. А где деньги Назарбаев? Именно поэтому, потому что наш народ молчит, на его глазах совершаются такие массовые хищения. Ну, в связи с тем, что за последние буквально несколько лет ситуация поменялась, мы видим активность людей, мы видим протесты, я считаю, что нам пришло время прекратить этот беспредел со стороны политической верхушки. Ну и второй пример я приведу, когда Цесно-банк, который принадлежал руководит администрации президента Джексевекову, перекочевал опять в карманы Назарбаева. В этот банк было всажено, опять же, 4 миллиарда долларов, где-то как минимум. Это из официальных данных. В реальности, я уверен, что это значительно больше. И этот банк просто перекочевал, опять же, собственность Нурсултана Назарбаева. Я вот два примера показываю. В один 8, в другой 4, все в фокус. Два банка, 12 миллиардов долларов у страны отсутствует, их украли. И два банка, они перешли в собственность Нурсултана Назарбаева. И поэтому, когда мы знаем, что страна управляет мошенник, мафиози, мы каждый раз должны понимать, что любая помощь, любой кризис, который происходит в этот момент, используется этой политической верхушкой для собственного обогащения. Поэтому, когда вчера и сегодня Такаев начал объявлять различные инициативы, я просто, зная, что это мафия, начал анализировать, что же они еще придумывают, пытаясь нагло обмануть людей. И при этом, под видом помощи бизнесу, украсть опять миллиарды долларов. Итак, давайте мы разберем инициативы правительства, что решило правительство сделать. Все это, знаете, под видом шумным, таким пропагандистским шумом, говорится о помощи бизнесу, рабочие места и все прочее. Где-то что-то действительно делается, и под это дело, под шумок воруются триллионы тенге, или миллиарды долларов. Но сейчас я хотел бы озвучить о неком триллионе тенге. Правительство заявило, что якобы была принята в свое время программа на 600 миллиардов тенге, теперь это расширяется до одного триллиона тенге. Давайте поговорим об этом триллионе тенге. Ну, во-первых, что такое триллион тенге? Ну, в масштабах страны, если смотреть финансирование всей страны, это деньги небольшие. Но если его перевести в доллары по текущему курсу, это порядка двух с половиной миллиардов долларов. Вот представьте себе, что можно сделать с этими деньгами и погреть себе руки на сотни миллион долларов. Ясно, что эти деньги не попадут всему бизнесу, и всему малому и среднему бизнесу. Потому что если даже прочитаешь, что собирается делать правительство, то сразу видишь, они хотят украсть. Ну, во-первых, представьте себе, что они хотят выдавать деньги под шесть годовых. Но, извините, на прошлой неделе Национальный банк страны поднял ставку рефинансирования, вместо девяти с половиной сделал двенадцать процентов. И, как правило, когда Национальный банк объявляет ставку рефинансирования, к нему вы смело прибавляете минимум пять процентов. Это процентная ставка, которую накидывают банки и выдают клиентам. То есть пять-шесть процентов минимум. Потому что им нужно обслуживать эти кредиты, взять на себя риски. Большое количество людей анализирует этот кредит, оформляет залоги. То есть, вы знаете, банк это большая структура, здания, люди, безопасность. Это все нужно оплачивать. И поэтому банк, конечно, сверху накладывает свои расходы. А минимум пять-шесть годовых. Итак, если Национальный банк установил ставку 12, значит рынок не меньше 17-18 годовых. А вы знаете, что розничные кредиты выдаются далеко за 20% годовых. Далеко. И есть микрокредитные организации, которые выдают под 50% годовых. Вот, собственно, так устроено все это на финансовом рынке. И поэтому я задаю вопрос. А зачем надо было с 9,5% поднимать до 12% годовых Национальному банку, чтобы при этом выделить деньги из бюджета и раздать под 6? То есть, где логика? Я по политике Национального банка уже говорил. Это, наверное, тема отдельного разговора. Если представители Национальной банка хотят со мной подискутировать, в лице председателя Ерболу Досаева, пожалуйста, выходите ко мне в прямой эфир. Мы поговорим с вами на профессиональном языке. Итак, что значит под 6 годовых? Ну, представьте, что рынок 18-20 годовых, и тут какие-то компании получают триллион тенге по ставке фиксированной 6 годовых. Ну, вы понимаете же, что так не бывает, когда на рынке ставка 15-18-20 годовых, кто получит под 6 годовых? Только свои. То есть, этот триллион тенге разбежится среди предприятий, но султан Назарбаеву и его ближайшее окружение, это очевидно. А если нет, если кто-то скажет, да, включите меня, то обязательно с него потребует откат. То есть, уже заведомо такая модель, она коррупционная, предназначена для политической верхушки ну султана Назарбаева, и сразу эти деньги будут похищены из бюджета страны, как было в предыдущие годы, когда каждый год ну султан Назарбаев по 10 миллиардов долларов всаживал в свои банки, они там бесследно исчезали. Далее, эта политическая верхушка во главе с султаном Назарбаевым, они прекрасно знают, как себя поведет тенге, когда он обвалится, когда доллар укрепится и все прочее. Они сами манипулируют, национальные банки их в руках. Теперь представьте себе, что правительство выделило триллион тенге, ну например, банкам Назарбаева, а не все его, так или иначе связаны, это его. Что такое триллион тенге? Это 2,5 миллиарда долларов. Эти банки, Назарбаева, возьмут, пойдут на валютный рынок и за эти тенге купят доллары. Ну почему доллары? Потому что вы знаете, сейчас тенге каждый день ослабевает и кредит клиенту быстро невозможно выдать. Нужно минимум 2 месяца анализировать его бизнес-проект, оформлять залоги. Это целая процедура. Это целая процедура. Даже если проект хороший, это 2 месяца уйдет. Вот представьте себе, что получив сегодня этот триллион тенге, банки Назарбаева покупают валюту. Они взламывают наш валютный рынок, начинают покупать большие объемы валюты. Национальный банк вынужден под него выбрасывать доллары, чтобы курс не обвалился. И вот представьте себе, на эти тенге банки Назарбаева приобретают 2,5 миллиарда долларов. Теперь, через месяц, курс становится 700 или 600. Но в любом случае, что приблизительно на 50% тенге девальвируется в течение двух месяцев. Это что значит? Вот 2,5 миллиарда долларов. Через два месяца, когда нужно выдавать клиенту кредит, они продают на рынке половину. Это будет те же самые триллион тенге. То есть курс будет там 600, например, или 700. Значит, они из 2,5 миллиарда долларов, миллиард 200, просто чистыми заработают, только зная, как себя поведет тенге, девальвируя. То есть им нет необходимости продавать все 2,5 миллиарда долларов. Достаточно продать, например, ну, я не знаю, там, полтора миллиарда долларов, и это будет те же самые триллион тенге. Они эту бизнесу отдадут триллион тенге, а разницу себе положит карман свыше миллиарда долларов. Понимаете, да, как это все устроено? То есть это дает возможность банкам Назарбаева сразу минимум миллиард долларов положить себе в карман, только пользуясь тем, что они знают, как себя поведет тенге. Более того, не то, что зная, они даже прикажут национальную банку, так, сегодня ты вкладывай доллары, завтра не вкладывай, пусть тенге обвалятся, и тогда мы продадим меньшее количество валюты и заработаем свыше миллиарда долларов. Вот как это устроено. И, да, здесь они предлагают механизм такой, что давайте мы, в связи с тем, что сейчас юридические лица будут испытывать проблемы бизнеса, давайте мы освободим их от налога на имущество, потому что предприятие платит еще налог на имущество, чтобы облегчить сроком на год. Да, это, безусловно, одна из инициатив, но она ничтожная. Вот представьте себе, что торговый центр какой-нибудь крупный будет на месяц закрыт. Так вот, те убытки, которые получит торговый центр от того, что им арендаторы не будут платить деньги, от того, что он просто будет стоять впустую, он только за один месяц работы потеряет огромные средства, и поэтому налог на имущество вообще его не спасет. Это будет гигантский убыток. То есть, это, что называется, мертвому припарки, если говорить о бизнесе в целом. Мера. То есть, представьте себе, вы знаете, сейчас будет стагнация бизнеса. У людей не будет денег. Они основные деньги отправляют на продовольствие или предметы первой необходимости. Значит, этот бизнес будет зависать, люди будут сокращать, людей будет сокращать, люди не будут получать заработную плату, а соответственно, бизнес не может оказать те или иные услуги. То есть, убытки для бизнеса будут огромные, а проценты по кредитам бизнесу надо обслуживать. И какие меры в этом случае принимает Назарбаев? Никаких. Он просто выделяет триллион в Ниге своим банкам, а свои банки прокрептуют свои предприятия, и эти предприятия опять поднимутся вверх, остальные разорятся. И завтра их за бесценных будут забирать за долги или скупать за бесценных эти предприятия, чтобы таким образом еще раз более обогатиться. Я пример привел с Коскомом и с Сесны банком. Это так происходит. То есть, такая монополизация и укропнение. Поэтому это, конечно же, никаким образом не поможет. Теперь смотрите. Здесь очередные тоже инициативы. Еще где можно украсть банком Назарбаеву. Вот они говорят. Мы выделяем 300 миллиардов тенге, так называемая дорожная карта. 300 миллиардов тенге придут, и мы будем ремонтировать дороги, здания, объекты и соцкульбиты и все прочее. И там люди получат работу. Звучит красиво. Но в реальности получат так. Ну, во-первых, эти здания, чтобы реконструировать, ремонтировать, на них должен быть проект. Заранее должно быть все отработано. Но этого же нет. Они сейчас выделяют. Значит, они будут выделять объекты, будут думать. Потом на него будет проект писаться. Потом эти деньги должны распределяться по тем так называемым ремонтным работам. Это в лучшем случае через 3-4 месяца. Кризис сейчас. Люди сейчас теряют работу. Немедленно. Поэтому эти 300 миллиардов опять будут лежать в банках Назарбаевы. Они купят валюту на 300 миллиардов в тенге. Будут сидеть в долларах США. Тенге обвалятся. И потом они опять на 300 миллиардов если они купят по текущему курсу это приблизительно ну около 700 миллионов долларов. Через два месяца когда надо будет деньги отдавать тенге обвалятся на 50%. Значит из 700 миллионов долларов они только 350 отдадут миллионов долларов по курсу 600-700 а 350 миллионов долларов опять заработают. То есть я вам показываю кучу механизмов когда банки Назарбаева просто на ровном месте зарабатывают деньги потому что эти деньги из бюджета вливаются в банки Назарбаева. Потом обратить внимание вот мы вышли с инициативой что для физических лиц проценты с 1 марта до 1 июля должно оплатить правительство. У правительства таких инициатив нет для физических лиц и для юридических тоже но это ими не нужно потому что их предприятие тот самый триллион тенге получат они там заработают основная масса предприятий упадет и вот здесь конечно очень смешно слушать объяснение регулятора агентства финансового надзора бывшего министра Абылкосымова сейчас выгуляет финансовый надзор так вот они говорят это червячайная ситуация вирус и как правило в этих ситуациях заемщики ну попадает под правила этих червячайной ситуации и говорит что поэтому различным организациям микрокредитными все прочим не запрещает начислять пение штрафы ну извините я вам скажу так когда наступает ЧС не по вине заемщика вообще выступает ситуация когда в принципе можно списать проценты не просто пение штрафы не взимать а просто проценты списать это должно сделать государство банки я здесь хочу ответить когда говорят а вот что банки пусть спишут банки не могут списать это я вам как бывший банкир как специалист банковской секторе скажу если у банка формируется процентный доход если он его спишет вот на эту сумму банка формируется убыток сразу автоматически международные разные нормативы которые регулируют деятельность банков наши банки работают в рамках международных стандартов приведет к тому что наши банки будут объявлены убыточными или банкротами поэтому чтобы этого не было мы предложили очень простой модель когда правительство выделяет деньги оплачивает проценты физических лиц с 1 марта до 1 июля и соответственно банки получают свои проценты физические лица не платят за эти кредиты свои проценты то есть все нормально и банки функционируют и физические лица тоже не платят эти проценты и наступает такое серьезное облегчение вот правительство это избегает видите вот они просто сказали пение и штрафы не будем взимать да какие пение и штрафы о чем вы говорите сейчас все будет останавливаться не то что пение и штрафы они проценты не смогут заплатить основную сумму не смогут заплатить если не принимать не экстренные меры а те которые я говорил и которые я сейчас собираюсь озвучить ну и потом правительство озвучило что будет нового бюджетного условия что якобы теперь те квази так называемые государственные предприятия не будут делать тендеры они сразу побегут будут покупать сами будет иметь право у одного источника покупать это что значит это значит что государственные наши предприятия будут покупать у своих продавцов товаров и услуг и там деле и будут покупать по завышенной цене они и так сейчас получают откаты разные через даже тендера подставные компании делают вы знаете как у нас тендеры проходят а здесь и эти ограничения сняты то есть кризис опять на руку этой политической верхушки они будут сами покупать без всяких тендеров у кого-то договариваться пилить деньги поэтому любое перемещение государственных средств по таким каналам фактически приведет к тотальному воровству чтобы вы понимали что значит инициативы правительства Докаева Назарбаева итак вы видите что предложение которое озвучил Такаев его правительство они по сути дела просто приведут к новому воровству банки будут снова Назарбаева жреть все эти тендеры отойдут в сторону они будут сами самостоятельно принимать решения пойдут опять откаты никакие новые рабочие места не могут быть созданы в условиях кризиса потому что если их не создавали в старых условиях когда цены на нефть были под 70 долларов за баррель ну кто создаст новые рабочие места когда цена на нефть будет 20 долларов кто создаст ни у кого не должно быть иллюзии это просто воровство денег теперь я приводил вам пример что достаточно банка Назарбаева получит триллион тенге они купят 2,5 миллиарда долларов надавят на валютный рынок это приведет к новому обвалу тенге они купят эти доллары потом тенге обвалится то есть фактически все действия правительства Нуртултана Назарбаева направлены на дестабилизацию валютного рынка страны дестабилизацию что мы предлагаем на самом деле решения очень простые на поверхности для бизнеса мы в течение нескольких дней озвучили инициативы которые направлены на поддержание физических лиц всех граждан страны я еще раз их повторю сейчас но здесь я сейчас хотел бы несколько минут остановиться на поддержке бизнеса есть очень простое решение известно что банки выдали кредиты юридическим лицам приблизительно на начало года 12-13 триллионов тенге это сумма небольшая так вот там процентная ставка разная ну в среднем 15-18-20 годовых и вот сейчас правительство заявляет что будет выдавать до триллиона тенге по ставке 6 годовых очень интересно да когда рыночная ставка 16-18-20 они будут выдавать под 6 годовых своим компаниям ну и триллион тенге по текущему курсу приблизительно 2,5 миллиарда долларов что мы предлагаем мы предлагаем всему бизнесу списать проценты не списать а уменьшить процентную ставку на 10 годовых или на 12 годовых на 4 месяца это приблизительно 2,5-3 процента обойдется от суммы кредита всего лишь нужно компенсировать от всего портфеля порядка 3-4 процентов если мы возьмем 12 триллионов то если перевести в доллар где-то грубо пока они все это оформят тенге будет минимум 500 так вот грубо это не более 500 миллионов долларов США то есть мы предлагаем чтобы правительство компенсировало процентную ставку минимум на 10 годовых всем юридическим лицам которые обслуживаются в банках второго уровня в этом случае когда происходит только компенсации процентов банки получат эквивалент в тенге приблизительно 250 миллиардов тенге или 500 миллион долларов грубо максимум но есть разница триллион тенге пожертвовать мы же знаем что триллион тенге пропадут или всего лишь четыре раза меньше 250 миллиардов это приблизительно 500 миллион долларов триллион тенге это порядка двух с половиной миллиардов долларов а 250 это 500 то есть мы предлагаем фактически пять или четыре раза меньше потратить на поддержку бизнесу но всего бизнеса не бизнеса Назарбаева и поэтому поставки 10 годовых получит все в смысле компенсацию все предприятия страны которые существуют это совершенно другое предложение при этом уменьшает издержки при этом не позволяет банкам получив этот триллион тенге надавить на валютный рынок и обвалить тенге еще раз очень простое решение я обращаюсь сейчас к Асмажимар Токаеву к примеру Мамину ко всем кто в банковском секторе работает и предприятиям страны малому и среднему бизнесу имейте ввиду мы выходим с инициативой чтобы все предприятия страны все юридические лица получили в течение четырех месяцев с первого марта до первого июля снижение процентной ставки на 10 годовых если у вас ставка 15 годовых значит 10 процентов годовых с вас должно быть списано и фактически вы будете платить всего лишь 5 годовых вот собственно что мы предлагаем к чему это приведет это приведет к тому что у всех юридических лиц страны будут меньшие расходы соответственно эти предприятия могут компенсировать те потери связанные с развитием коронавирусом связи связаны с тем что сейчас в стране объявлен ЧАЭС вы теряете рабочие места вы теряете покупатели но тем не менее вы платите проценты а здесь мы вам предлагаем если вы будете добиваться вместе с нами выполнение этих условий вы фактически существенным образом начинаете уменьшать свои издержки вот она прямая помощь не только предприятиям Назарбаева а всем предприятиям страны вот что мы предлагаем и когда нынешнее правительство говорит о помощи предприятиям оно забывает о людях а у людей сейчас проблема реально заплатить за продовольствие заплатить за коммунальные услуги я знаю бродят разные идеи а давайте мы спишем например коммунальные услуги это все может быть можно обсуждать но на самом деле есть простое решение очень простое решение когда каждый гражданин получает поддержку разовую в размере 50 тысяч тенге и это должны получить такую поддержку включая младенцев то есть если у вас членов семьи 4 человека или 6 соответственно вы получите суммарно на семью 200-300 тысяч тенге тогда вы можете покрыть и коммунальные расходы и продовольствие что называется сейчас встать на плаву быть на плаву плюс те инициативы которые мы озвучиваем опять облегчат жизнь предприятия мы предлагаем самое простое решение чтобы уменьшить давление на рынок уменьшить инфляцию это минимум на 50% уменьшить стоимость нефтепродуктов бензина и на 20% стоимость газа и тогда опять же миллионы наших граждан используют автотранспорт они будут платить в два раза меньше средств за бензин и эти освободившие деньги им позволят каким-то образом держаться на плаву покупать товары услуги предприятий и это прямо окажет благотворное влияние на жизнь физических лиц всех граждан страны и на бизнес мы будем разные инициативы еще озвучивать но уважаемые друзья обратите внимание все наши инициативы направлены на поддержку всех граждан страны наши инициативы направлены на поддержку всего бизнеса страны не узкой верхушки мы не должны дать возможность этой политической верхушке снова нажиться снова украсть стать еще более более крупными стать еще более монопольными как сейчас происходит на ней рынке нефтепродукт который контролирует единственный продавец это тимур кулебаев взять на султан назарбаева и еще очень важный момент сейчас власти на тех кто проявляет активность я имею ввиду гражданских активистов оказывает давление уже говорилось что на самом деле они делают огромную ошибку потому что сейчас очагов недовольство стало в стране много и с каждым днем эти очаги будет нарастать и они завтра превратятся крупный пожар и когда власть давит на этих активистов то за этими активистами стоят их близкие друзья родственники и на ситуации когда правительство применяет такие меры по связаны с чрезвычайной ситуации и когда у вас проблемы в основной часть населения будет с продовольствием с рабочими местами вас сокращает вы понимаете что поле для конфликта резко расширяется поэтому уважаем активисты вам надо сейчас проявить терпение ближайшие буквально максимум месяц очаг недовольство созреет по всей стране я вчера говорил что у нас созрела предреволюционная ситуация власть не может управлять народ не хочет и не может так жить поэтому ближайшее время если мы объединиться если мы выдвинем наши требования безусловно мы их добьемся потому что власть будет сметена в этой связи я считаю что мы должны выдвинуть еще требования мы должны потребовать от этой власти освободить всех политических заключенных мы должны потребовать от власти чтобы прекратили преследование гражданских активистов мы должны потребовать от правительства чтобы были списаны разные штрафы автомобилистов и другие административные штрафы которые это власть накладывает на людей за их активность мы должны и это потребует сейчас действительно пришло время перемен сейчас действительно очень опасная ситуация вы не должны недооценивать что коронавирус сейчас развивается по всему миру и все ведущие страны мира закрывает границы делают режим карантина это реальная угроза вы не должны недооценивать но с другой стороны как я говорил любые кризис это возможность для нас сейчас возможность это правительство этот режим снова все активы все деньги страны будет подгребать под себя и если вчера совсем недавно у наших людей был какой-то запас прочности сегодня уже этого нет и поэтому у нас есть возможность условиях такого кризиса полномасштабного изменить нашу жизнь взять все в свои руки добиться смены политического режима да пусть это будет революция будет мирная революция когда десятки тысяч людей разозленных действиями этого правительства сменит этот режим и мы на пороге этих изменений мы каждый день должны думать когда протестуем когда недовольны а что же делать мы для себя должны сказать до революции до смены политического режима у страны есть политическая организация демократический выбор казахстана ее лидеры знает как развивать страну знает что нам должность президента не нужно что мы построим парламентскую республику и в конце концов избавиться от этого мафиозного режима алга казахстан